Уверены в штабе защитников Новороссии. Информацию о расстановке сил на сегодня подготовил Олег Сидякин. Продолжаются провокации со стороны Нацгвардии и в Донецке. В городском аэропорту безуспешно пытаются прорвать окружение украинские военные. Ведут сейчас хаотичный и беспорядочный огонь, в том числе из минометов. Эти снаряды падают и в жилых кварталах. В штабе ополчения заявляют, в город удалось прорваться нескольким диверсионным группам киевских силовиков. А в Луганске возвращаются к мирной жизни. Правда, в городе до сих пор нет воды и еды. Зато почти неделю не слышно перестрелок и взрывов. Но в штабе ополчения ЛНР в полной боевой готовности. По данным разведки, многотысячные украинские подразделения собираются на севере и северо-западе от города. Под огнем украинской армии оказалось сразу несколько населенных пунктов на границе территории, которую контролирует ополчение. Авиаудар пришелся сразу по нескольким районам Макеевки. Разрушены жилые дома, пострадавшие, со сколочными ранениями доставлены в больницу. Минувшей ночью не выходили из своих домов и бомбоубежищ жители Янакиева. Населенный пункт подвергся мощному артиллерийскому и минометному обстрелов. По данным от ополченцев, огонь велся со стороны Углегорска и Дыбальцева. Эти города уже перешли под контроль киевских силовиков. А разведка армии защитников Донбасса докладывает о скоплении большой группировки войск в Мариуполе. Туда были подтянуты дополнительные подразделения так называемой национальной гвардии. Есть данные, что в самом городе несколько сотен единиц бронетехники системы залпового огня. Эта группировка, уверены в штабе ополчения, уже практически готова к удару по Донецку. Продолжаем. Москва категорически не приемлет приближением, уверены в штабе защитников Новороссии. Информацию о расстановке сил на сегодня подготовил Алексей Дякин. Продолжаются провокации со стороны Нацгвардии и в Донецке. В городском аэропорту безуспешно пытаются прорвать окружение украинские военные. Ведут сейчас хаотичный и беспорядочный огонь, в том числе из минометов. Эти снаряды падают и в жилых кварталах. В штабе ополчения заявляют, в город удалось прорваться нескольким диверсионным группам киевских силовиков. А в Луганске возвращаются к мирной жизни. Правда, в городе до сих пор нет воды и еды. Зато почти неделю не слышно перестрелок и взрывов. Но в штабе ополчения ЛНР в полной боевой готовности. По данным разведки, многотысячные украинские подразделения собираются на севере и северо-западе от города. Под огнем украинской армии оказалось сразу несколько населенных пунктов на границе территории, которую контролирует ополчение. Авиаудар пришелся сразу по нескольким районам Макеевки. Разрушены жилые дома, пострадавшие со сколочными ранениями.